Здравствуйте! В эфире программа «Азбука потребителя» с вами Мария Бодрова. С сентября этого года изменится процедура сдачи на водительские удостоверения. Изменения коснутся практической и теоретической части. Разберемся подробно с профессионалом. С сентября этого года изменяются правила сдачи экзаменов на права и процедуры получения водительского удостоверения. Основные положения были утверждены правительством еще в 2014 году. И за это время поступило немало предложений и замечаний от граждан и автошкол. МВД их учло и представило новый регламент. Вопросы теоретического экзамена будут разделены на четыре тематических блока. При ответе на билеты допускается по одной ошибке в двух тематических блоках. Теоретическая часть экзамена претерпевает следующие изменения. По новому законопроекту каждая ошибка в ответе влечет за собой пять дополнительных вопросов. Экзамен будет считаться проваленным, если испытуемый не ответит на три основных или же один дополнительный вопрос. Практическая часть экзамена также не останется без изменений. И здесь они гораздо серьезнее, чем в теоретическом блоке. Вместо нынешних обязательных трех заданий, составляющих экзаменационные испытания, будущим водителям будет предложено пройти пять практических тестов. Остановка начала движения на подъеме, упражнения маневрирования в ограниченном пространстве, движение маневрирования задним ходом, торможение и остановка при движении на различных скоростях, парковка транспортного средства и выезд с парковочного места, остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров, въезд в бокс задним ходом. Останется та же бальная система во время сдачи экзамена в городе. За каждую ошибку экзаменуемый будет получать один, три или пять баллов. А зависеть это будет от типа нарушения – мелкое, среднее или грубое. Если человек наберет пять баллов, то экзамен он не сдал. Дополненность упражнения – это так называемое упражнение поворота на 90 градусов. Ну, оно значительно, я думаю, на сдачу коллекционных экзаменов не усложняет. Привычная змейка поменяется теперь. Это маневр на извилистой дороге. На автодроме теперь не придется укладываться в жесткие временные рамки. Вместо считанных минут на каждое упражнение экзаменуемый теперь сможет тратить столько, сколько ему будет нужно. Несколько изменена процедура, периодичность сдачи экзаменов. То есть три попытки тех или иных частей коллекционных экзаменов, первые три попытки назначаются через семь дней. Четвертые и последующие назначаются в срок не ранее, чем через 30 дней. То есть, соответственно, кандидат-водитель обращается к нам. Если он с первого раза, со второго раза, с третьего не сдает какую-то из частей экзамена, то четвертые и последующие уже назначаются через 30 дней. Из нового регламента исключены и спорные моменты. Например, запрет на нахождение в машине инструктора. Теперь четко прописано, что при сдаче экзамена на дорогах общего пользования на правом сидении должен находиться собственник машины или его представитель. Чаще всего речь идет именно об инструкторе. А вот инспектор должен находиться на заднем сидении так, чтобы видеть, на какие педали жмет будущий водитель и пассажир справа. Порядок проведения коллекционных экзаменов остался неизменным. Первично это сдается теоретическая часть экзаменов. Кандидат-водитель, сдавший теоретическую часть экзамена, сдает экзамен по первоначальному науку управления террасным средством, это на закрытых площадках либо автодромах. И при положительной сдаче этого экзамена уже сдает экзамен в условиях дорожного движения. Поменяется и вид водительских прав, появятся специальные отметки. Например, водитель имеет право садиться за руль только в очках или линзах со слуховым аппаратом. Такая информация будет значиться в медсправке, которую нужно предоставлять в ГИБДД. С 2014 года отдельная программа подготовки предусмотрена приказом Министерства образования проведения отдельной программы подготовки. То есть кандидаты-водители, желающие в последующем управлять только трассные средства с автоматической коробкой передач, проходят соответствующую программу подготовки и обучаются вождению на коробках с автоматической трансмиссией. Соответственно, экзамены сдаются тоже. И в последующем, при получении водительских удостоверений, у них в водительском удостоверении в особой отметке вносится информация о том, что они могут управлять только автомобилем с автоматической коробкой передач. При этом водитель, который отучился на механике, имеет больше привилегий. В случае разрешения управлять трассными средствами с механической коробкой передач, то есть в этом случае никаких особых сведений в водительское удостоверение не вносится, но и водитель имеет право управлять в том числе и с автоматической трансмиссией. Несмотря на новые правила сдачи экзаменов, часы обучения в автошколе останутся прежними. Из плюсов нововведений получить права можно будет довольно быстро. Человек, успешно сдавший экзамен на вождение легковой машины, на все процедуры и получение водительских прав потратит не более трех часов. При этом упрощается и процедура подачи документов для прохождения экзаменов. Как обещают в ГИБДД, теперь можно не стоять в очереди, а зарегистрироваться из дома. Все эти нововведения, возможно, еще только будут дорабатываться. Так что следите за новостями и не пропускайте выпуски программы «Азбукопотребителя». Все их вы можете найти на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok